Здравствуйте! Сегодня мы сделаем новогоднюю елочку. Для этого нам нужна дощечка 20 на 13 сантиметров, лобзи для выпиливания по фанере, шило, чтобы сделать подставочку под елочку. Для этого надо будет просверлить. Для подставочки дощечка у нас есть. Потом мы раскрасим красками белое, зеленое, красное. Источки тоже есть. Для выпиливания существует вот такая подставочка. Но если нет подставочки, можно и на углу стола. Но сначала нужно нарисовать рисунок и потом перевести на дощечку. Вот в таком виде мы прикладываем и переводим на дощечку. Потом убираем шаблончик. И приступаем к выпиливанию. Вот выпиливание лобзи надо держать горизонтально. Не надо вот так держать или вот так. В противном случае, когда поворачиваем мы лобзи, он будет зажиматься там. Начинаем все. Лобзи горизонтально. При выпиливании вверх идет, когда лобзи, не нажимаем на деревянку. А если вниз идет, тогда он пилит. Вот таким образом. Нажимать сильно не надо. Иначе он будет застревать. Для поворачивания лобзи нужно на одном месте дощечку поворачивать медленно. Чтобы пила не зажималась. Вот мы поворачиваем. Лобзи, по сути, на одном месте. Потом снова пропиливаем. Все, елочка выпилена. Но нам нужно сделать шип, чтобы поставить на подставку. Вот, теперь елочка готова. Делаем подставочку. Ну, из фанерки выпиливаем 8 сантиметров на 5 сантиметров. Чтобы поставить елочку на подставочку, мы делаем отверстие при помощи шила. Если есть у него дома дрель, то можно просверлить дрелью. Вот, сделали отверстие. Теперь оно будет подставочкой для елочки. Вот в том виде. Елочка у нас стоит на подставочке. Следующая операция – это раскрасить елочку в зеленый цвет, чтобы она выглядела нарядно. Для этого мы берем краску и раскрашиваем. Елочка зеленая у нас. Следующий этап – раскрасить звездочку. Следующая операция – это изготовление подставочки. Ну, мы выпилили подставочку, и ее надо раскрасить в белый цвет. Снежок белый. Вот, подставочка у нас готова. Все. Новогодняя елочка сделана. Новогодняя есть. Новогодняя елочка. Субтитры подогнал «Симон»